Коллеги, так сказать, в рабочий полдень, в рабочий полдник, в рабочей субботы приступим к новому образовательному видео. Очень понравилось общественности внезапно одно из предыдущих видео, связанных с тем, как ассамблировать. В общем, и будем, наверное, продолжать, раз людям надо. И запишем сегодняшнее видео под этим названием, допустим, как ассамблировать более. Ну, или как ассамблировать еще, я подумаю еще над неймингом. Соответственно, это PSD, новая серия. Будем продолжать учиться писать на серебре Z80 для ZX Spectrum очень быстро. Очень быстро, это значит, что через 30 минут вы уже станете серией ST7. Значит, что важно. Мы отлично с вами изучили в прошлый раз структуру современного IDE для разработки. Точнее, как бы, не самого IDE, а того минимального набора файлов, которые вам потребуются для создания какого-нибудь продукта. И этих файлов всего три. Соответственно, C.JASM плюс это ассамблер. Получается, FAR это сама среда, в которой мы разрабатываем. И кто же у нас третий-то? Дал бы бог памяти. Ну, сейчас вспомним попутно. Давайте посмотрим на то, что мы написали в прошлый раз. А мы не сможем, потому что дед уже все уничтожил. Сейчас мы обязательно посмотрим на то, что мы написали в этот раз. Но перед этим... А, третий эмулятор. Конечно, любой эмулятор еще вам потребуется. C.JASM плюс, FAR эмулятор. Прежде чем, значит, начать возвращаться на спектр, вам вот поставили все эти утилиты, научились собирать простые файлы, вам, конечно, потребуются материалы. Вам потребуется вспомнить все. И для того, чтобы вспомнить все, есть несколько прекрасных ресурсов. Вот, дед покажет сейчас свой. Это вот такая вот страничка у нас есть на сайте RMDSU. Такая белая простыня, в которой есть ссылки, гиперссылки, подписанные только на самые действительно полезные и ценные ресурсы по программированию на Z80, по разработке. Все они, подавляющее количество, на английском языке. Такова судьба, друзья мои. Учите язык, пользуйтесь переводчиками. Это гораздо лучше, чем читать русскоязычные поделки, переведенные машинным способом. И еще... И еще, ладно, машинным. А еще переводили же в 90-х. Так как? Сидеть человеку вообще не вдупляет ни во что переводчик профессиональный. Чего только и не писали ведь там. Как только не издевались над ценой для населения информации. Вот, кроме, значит, ссылок, у деда здесь есть набор видеороликов. Правда, некоторые из них вот недоступны в вашей стране. Но это мелочи все. Их тоже можно посмотреть. Там тоже все занятно и поучительно. Вот. И есть коллекция офлайн тулов. Она, собственно, начинается как раз вот с этих двух вещей. Это Сиджасма и Санвел ТСЛ. Добавлю сюда и фар еще, на всякий случай, если вы не знаете, где его скачать. Потом идут утилиты для сжатия и всякие разные онлайн тулы и ресурсы. Например, ресурсы связаны с шрифтами. Очень важная история. Что хорошо здесь у деда? У деда лежит только то, что реально работает. Вот оно реально работает, оно реально нужно, оно используется в девелопменте. Какие ресурсы есть еще, где можно погрузиться в спектромизм? Есть такой вот проект, он называется ztxboot.ru. Его ведет Nodius. Там раньше было одно, сейчас другое. Самое важное, что вот в этой условно, назовем это википедия, есть раздел программинг. Вы в него можете кликнуть и здесь будет все примерно то же самое. Только Nodius приводит почти все варианты сценария развития. Вот в разделе IDE и компилеров у него больше 10 пунктов. А я привожу только вот те, которые вам действительно пригодятся. Все остальное найдете со временем сами и, соответственно, погрузитесь. Прямо совершенно must-have, который нужен будет вам. Вот сейчас мы от Nodius уходим. Это, конечно, вот этот ресурс, сделанный нашими друзьями, который где-то сед у себя в Америке и очень сильно любят программировать на калькуляторах техас инструмент. Они, как известно, тоже построены на Z80. И вот здесь вы прям можете по любой из команд, в очень удобной таблице, найти абсолютно все. Сколько тактов занимает, какой у него обкод, на какие флаги влияют. Эта страничка у вас открыта всегда. Прямо всегда она у вас открыта и вы в нее читаете. Если по ней тут, конечно, не добавили еще обкодов Z180, с ними, конечно, путаница легкая возникает. Но вы по цветам там разберетесь. Итак, значит, общий набор от деда у вас есть, общий набор от Nodius. И вот еще такой, значит, сюрприз я дед вам подготовил. Значит, я собрал архив на 300 мегабайт. Это, на самом деле, не так много. Всех книг по программированию на Z80, которые лежали у меня на винте, ну, в ближайших местах винта, где я их так подсобрал, сложил в одно место. И закачал, собственно, на наш хостинг. На хостинг, где лежат все работы RMDA. И в описании к этому видео будет ссылка на этот архив. Он называется что-то типа Z80books.zip. Качаете архив, распаковываете ксеновинт, и получаете примерно 20 PDF-ов. Тоже на языке, совершенно не русском. Но это исконные материалы, изначальные, там, 77-го года, 80-го года, 82-го. Они познавательны и как книги, и как то, с чего начиналась Родина вообще. И вообще, это материал первичный. Но если у вас совсем тяжело, совсем тяжело, конечно, с английским языком, то смело направляйтесь на любой из русскоязычных ресурсов. Virtual TRDOS, ZX Artee. И ищите Родионов, Ларченко, ZX Spectrum для пользователей-программистов. Там, как бы, всё написано. А мы, собственно, вот от этого обзора, от анонса вот этого zip-архива от Деда. Я, кстати, буду, наверное, его обновлять. Файлы его меняться не будут. Там внутри просто дата и время будут меняться. Если какие-то книжки ещё найду, вот такие, действительно ценные, по Z80, ZX Spectrum, я обязательно положу туда, в архив, и вы сможете перекачать. И что ещё важно, не пугайтесь размеров. Там некоторые книжки сканированы. И это даже хорошо. Потому что, когда вы работаете с материалом, который кто-то ОЦР, которому сделал, то есть распознал символы, частенько бывают баги. И баги бывают в листингах. И вы потом будете очень долго искать, где же проблема, и что же пошло не так, когда в каком-то месте вместо буквы О встретится цифра 0. Ну, или подобная ошибка и опечатка. Значит, я вам в прошлый раз говорил, что для начала вам нужен файл пустышкой некий, который я называю с оширением асму, чтобы было всегда понятно. Я его уже изготовил, а вам рекомендую взять любой исходник наших работок, и просто отрезать там всё лишнее. Файл, собственно, вот он нужен для Сиджасма. Сегодня мы с вами изучим такой аспект, который называется «Как организовать прерывание М2». Но это будет увлекательно, это не будет никакого уныния и всего остального. Зачем нам вообще, в принципе, вот сегодня М2? Дело в том, что я хочу вас призвать в вашем пути с возвращением на спектру полностью отказаться от ереси. Такой ереси, как ПЗУ. ПЗУ, использование процедуры с ПЗУ, чтение вот этих начальных глав всех о каналах, потоках, переменах. Всё это каменный век, который вам просто не нужен. Он отвлекает вас от главного, от самой сути процессора, от плана памяти, от архитектуры задых спектрум. ПЗУ, оно является частью архитектуры только потому, что в него нельзя ничего записать. Оно лежит там на своем месте и отдыхает. И когда мы отказываемся с вами от ПЗУ, начать, конечно, нужно с отказа от прерываний, которые организованы через ПЗУ. Это прерывание М1. Отказаться от них, после этого у вас не порчится память работы ПЗУ в области переменных, и вы полностью всё контролируете. Значит, это одна из главных причин, почему М2 нужно освоить и полностью его изучить. Но М2 конструкция такая непростая. Там вот, если вы помните, нужна специальная табличка, нужно что-то загрузить в регистр I, как-то организоваться по памяти. Сложновато всё это вспоминать. У меня произошёл курьёз такой в 99-м году после кафе. Когда я решил всё вспомнить, я взял за образец как раз работу с кафе от наших друзей из Майхем. По-моему, Фарекс её писал. И там как раз М2 блок есть. Я его так дезассамблировал, всё построил, запустил. У меня, в принципе, ничего не работает. Стал думать. И выяснилось, что Фарекс, значит, эту табличку М2, он, во-первых, её строит, но не использует. А, во-вторых, он строит её с ошибкой. Надо строить 101 байт вперёд. Это шансеричное. 101 байт вперёд. А он строит 100 байт вперёд и 1 байт назад. Тоже, видимо, человек давно не программировал, забыл, как всё это устроено. И вот чтобы нам сегодня в эти глубины вообще не погружаться, я вам покажу сейчас мощнейший код, который лично дедом разработан, значит, лицензирован, так сказать. Если не ошибаюсь, он занимает 13 байтов, этот код. Значит, это код, который построит вам таблицу М2, установит вектор М2, организует все прерывания, всё у вас получится. Единственное, что обработчик этих прерываний у вас будет состоять из одной команды. Это команда Red. То есть прерывания будут случаться, и из них сразу будет происходить возврат. Мы, наверное, не успеем с вами всю красоту этого решения рассмотреть, но самое важное, что оно предельно простое. Вы вставили вот эти 13-15 байт. 13, если не считать, D и E в конце, а 15, если это считать. Нажали F2, значит, и пошли всё это собирать. Я вам показывал в прошлый раз, что есть путь сборки. Вы сиджасм можете в командную строку вызвать вот сюда вот, и к нему подклеить вот этот астма, нажать на Enter. А можно вот такой вот билд BAT сочинить, в нём то же самое будет. Вот сиджасм вызывается, значит, М2 случается. Давайте BAT сразу запускаем. У нас появилось два файла. Значит, BIN, он показывает нам длину больше, зачем нам не нужно. И SNA. Мы его как раз будем запускать. Значит, отключаем в фаре вот эти все панельки. И убеждаемся, что собралось у нас всё совершенно без ошибок. Возможно, можно какую-нибудь там паузу сделать на случай ошибок, чтобы прям BAT сразу их показывал. Ну, я обычно вот так вот контролирую. И, соответственно, вот у нас... Ещё раз посмотрим в глаза. У нас поднимается М2, становится активным, и случается маленький крошечный небольшой код. Сейчас мы как раз к нему придём, после того как посмотрим. Вот он, SNA. Мы его запускаем. И перед нами прям такие хорошие полоски. Чем-то напоминает игру команда, когда она загружается. Да, но неужели нам требовалось для вот этого эффекта какие-то сложности с вторыми прерываниями? Неужели нельзя было его проще написать? Наверное, можно. Давайте посмотрим эффекту в глаза. Эффект начинается вот отсюда. Здесь всё как бы не хитро. Сначала делается инка. Зачем? Ну, чтобы полоски были каждое разного цвета. Вот просто берётся регистр А, каждый раз на единицу увеличивается, выдаётся в регистр АФЕ, то есть он отвечает на АФЕ за цвет бордюра и ещё там за массу вещей. И именно поэтому мы слышим такой вот фоновый, ну, не побоюсь этого слова, пердёж. Это не тот, который вот громкий, это мой сосед с перфоратором опять активизировался, а вот тот, который на фоне полосок. Дальше у нас есть цикл. Значит, Loop 2 он называется. Одет GNZ на Loop 2. Это на самом деле простейшая задержка. Вот самая такая простенькая задержка, которая только может быть. И после того, как мы поменяли значение А, выдали его на бордюр и сделали махонькую задержку, мы делаем опять Jump FX. То есть всё это зацикливаем. Смотрим ещё раз в глаза этому эффекту и продолжаем недоумевать. Эффект-то вроде есть, а что нам дали прерывания-то, вот свои собственные прерывания, нам что дали-то они, непонятно. Давайте-ка, может быть, чуть-чуть улучшим этот мощнейший код путём того, что сделаем здесь команду HALT. Но, скажу сразу, если мы её сделаем весь одинокую, команду HALT, то у нас ничего не получится. Потому что вот тот обработчик, очень ловкий, красивый и хитрый, он всегда возвращается из прерываний с запрещёнными прерываниями. Поэтому мы перед HALT еще поставим YI. И вообще, в принципе, в этой жизни, если вы когда-нибудь где-то пишете команду HALT, для полной надёжности лучше всегда перед ней написать команду YI. Это прям будет чётко, дерзко, молодёжно, и вы точно не попадёте в лужу с HALT. В лужу, да. В HALT в этом году все попали в лужу, конечно, там, судя по фотографиям. Дождь, говорят, был мощнейший. Запускаем. И, смотрите-ка, всё стало только хуже. Теперь у нас всё мигает. Всё одним цветом и никаких полосок. Кто же повинен-то в этом во всём? Как же вот это... Вроде как всё даже работает. Самое-то интересное, вот мы когда нажимаем на клавиатуру, она больше у нас не опрашивается. Позвучный там работчик опрашивает её. У нас ничего не меняется. И это, кстати, один из плюсов этого метода. Я вам сразу скажу, работает всё абсолютно верно. Всё так, как и должно работать. Только нам придётся от всего этого сейчас избавиться. Смотрите-ка, вот таким образом мы закомментим всё это. И чтобы понять, наконец-то, как вот и что нам нужно, мы сейчас с вами раскомментим другое готовое. И заодно чуток подучим всяких разных новшеств, которые есть в CGS. На самом деле всё это старо как мир. Ну, просто, чтобы вы понимали. Вот основной цикл. Он у нас точно такой же. Int-A, Out-Wave-E-A. Дальше смотрите. DGNZ мы делаем без слова Loop, без слова Loop 2, вообще без названия метки. Потому что у нас их будет много, этих DGNZ. Чтобы не плодить 16 меток, мы делаем DGNZ и вот этот символ доллара. Это означает, что DGNZ продаётся саму на себя. Очень удобная конструкция. Можно не только символ доллара, можно доллар плюс один, минус один, по-разному можно. Это мы скреативили. Теперь мы сделаем с вами вот такую конструкцию. DUB сверху 16 и E-DUB. Что она сделает? Она повторит то, что внутри, вот это вот, 16 раз. Ну, если надо 17, вот и 17 напишем. Если надо 10, 10 напишем. Просто повторит. Вы могли бы это копипастой сделать, а можно вот так компактно всё написать. Соответственно, значит, мы теперь повторили 16 раз наше телодвижение и можем смело, смело сделать опять Jump FX в конце. Ну, зациклить всё это, да? И запустить. Давайте-ка посмотрим, что в этом сценарии у нас будет. Всё то же самое, только повторено 16 раз. Перед тем, как случаются прерывания. Так. Драматически ничего не поменялось, конечно, да? Но что будет, если мы добавим здесь E-HALT? И вот мы врываемся с вами в демосцену. Врываемся. Врываемся. Вот у нас прекраснейшие полоски совершенно различных цветов. Последняя полоска очень длинная, синяя. Она, собственно, между последним 16-м вот этим Out of E и выполнением прерывания. Вот она синяя, огромная такая. На клавиатуру эта конструкция не реагирует. Полоски стоят как влитые. Ну, тут подёргиваются немножко. И вот это вот всё. Таким образом, прерывания M2, зачем нам нужны свои собственные? Прежде всего, чтобы вообще больше не зависеть от ПЗУ. И уже во второй очереди для того, чтобы организовывать разные хитрые истории, связанные с бордюром, мультиколором, там, или синхронной выдачей звука, или чем-то ещё. Вот такие прерывания, как я вам сейчас показал, они, конечно, выглядят бесполезными. Потому что при их возникновении сразу команда рет, и мы обратно возвращаемся в код. Но они не бесполезные вообще. И они очень быстро поднимаются. Вот только сели за исходник, вставили вот этот сниппет на 13 байт, и всё. Можно дальше уже орудовать, как вы хотите, и вам ПЗУ не помешает ни в чём. Ну а в следующий раз мы изучим не менее красивую конструкцию, которая, значит, M2 нам развернёт уже куда надо. Уже с обработчиком. Она будет тоже достаточно короткая и красивая. И останется только придумать, каким эффектом всё это проиллюстрировать. Ну, дед подумает. На то он и дед существует. Вот. Исходники эти я, друзья мои, наверное, не буду публиковать. Они слишком мелкие для всего вот этого. Здесь больше важно понимание и больше важно ваше желание освоить технологии древних. Вот. Соответственно, качаем книги обязательно по ссылке деда из описания. Значит, знакомимся с ресурсом rmda.su.z80. Знакомимся с ресурсом zxboot.ru от Nodius. Там всё подчёрпываю. И начинаем писать. А, значит, пример своего кода. Шлите деду в Telegram. Что вы там накодили? Ну, в Z80 можете слать. Лучше в СНА, точнее, можете слать. Можете слать в АСМИ. Ну, в чём вам угодно. Вот. И, собственно, смотрите. Продолжаем сдавать деньги на помощь детям Германии. Вот это бусти, которое мы тут завели. Оно даже уже работает. Только деньги они не хотят отдавать вообще. Такие странные ребята пытаются провести, значит, KYC-процедуру. Только почему-то делают её моими силами, а не своими. И уже пятый раз задают вопрос. А что конкретно вы делаете, Максим? Как вот креатор. Вот вы что делаете? Я им говорю, ну, понимаете, вот видеоролик я вам показываю. Да, он занимает 40 минут. Но вы можете его посмотреть? Чтобы понять, что я не занимаюсь торговлей нелегальными веществами там или чем-то ещё. Я вот пытаюсь людям донести, как дело было. В очередной раз сейчас они ушли. И, может быть, подчинят вывод денег. Потому что сейчас деньги сюда вот вводятся. Вот есть две цели, значит. Особенно вот хостинг «Амулетсуми» волнует. Там осталось буквально на пару недель для этого хостинга. Вот есть две цели. Вы можете выводить любую из них. Отправить, значит, немного денег. В чём преимущество этого бусти над остальными сервисами? Он всё ещё пока принимает деньги с русских банковских карт. И всё ещё пока выплачивает деньги на русские банковские карты. А дед, как вы знаете, осуществляет всю деятельность ПСПСД, строго находясь в Самаре. Поэтому давайте осваивать Z80 дальше такими малыми действиями, малыми шагами. Надеюсь, у вас всё выйдет. Надеюсь, что ваши релизы выйдут уже в этом году. Давайте, до новых встреч. Большое всем спасибо.